Российские вёшенки против японских шитаки. В период импортозамещения хабаровский фермер Олег Федорович предлагает дальневосточную альтернативу зарубежным грибам. Натурпродукт сельхозпроизводитель выращивает в особых экологически чистых условиях. Во многих странах Востока его употребляют в свежем виде. Выращивать вёшенки Олег Федорович начал еще 10 лет назад. Отец 11 детей искал возможность с пользой и недорого разнообразить семейное меню. Первые несколько лет экспериментировал с сырьем для грибницы. Соевая солома оказалась самой подходящей основой. В 2000 году в префектуре Ау-Мори я увидел заводы по производству грибов различных штаммов, то есть различных видов, и захотелось попробовать, как это получится у нас. Теперь увлечение переросло в собственное дело. С 5,5 тонн грибниц фермер каждый месяц снимает около 600 килограммов урожая, чтобы грибы росли вкусными и глазу, и желудку. В помещении поддерживаются особые условия – повышенная влажность, темнота и тепло. Многие считают, что свое название гриб получил от особенностей роста. Гроздья как бы подвешиваются к грибнице, поэтому вешенка. Но это неправильно. Правильное название – вешенка. А слово «весна», когда и начинает подоносить грибница. А в Европе и в Америке этот гриб называют устричным. Еще в прошлом веке он был таким же деликатесом, как и морской моллюск. По составу полезных элементов и белка вешенка схожа с мясом. В ее мякоти содержатся витамины В, С, Е. Эксклюзивный товар фермер сбывает на сельскохозяйственных ямах города. Многие горожане стремятся покупать наше российское, чтобы было выращено в условиях, приближенных к огородным и дачным, чтобы продукция была здоровая, чистая, экологически чистая в том числе. Поэтому востребована такая продукция. Покупатель на нее находится. Торговля и общественное питание – одни из самых востребованных отраслей, которые выбирают предприниматели для развития собственного бизнеса. За последние четыре года налоговые выплаты таких предприятий выросли на 30%. Надежда Лавриненко, Дмитрий Маклаков, Хабаровская студия телевидения.